Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию вооруженных сил. Пекин осудил решение Вашингтона передать Тайваню пакет военной помощи. Минобороны КНР выступила против заявлений Токио о китайской военной угрозе. В Поднебесной продолжает восстанавливаться легкая промышленность. 10 тысяч грузовых поездов прошли по маршруту Китай-Европа с начала года. Международная Федерация студенческого спорта провела конференцию в Ченду. Необходимо ускорить модернизацию вооруженных сил Китая. Такое заявление сделал председатель КНР во время инспекции подразделения ВВС в провинции Сычуань. Глава государства совершил эту поездку в преддверии Дня образования Народно-освободительной армии Китая, который отмечают 1 августа. Си Цзиньпин поздравил с праздником военный и гражданский персонал НОАК и Народной вооруженной полиции. По словам лидера страны, войскам необходимо повышать боеготовность и адаптацию к нестандартным условиям. Национальным силам противовоздушной обороны следует быстро наращивать боевой потенциал, внедряя новую технику. Председатель КНР также предложил скоординировать развитие военной авиации, ПВО, радиотехнических войск и подразделения радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Си Цзиньпин призвал уделять больше внимания отработке боевых навыков на основе реалистичных сценариев и продолжать бороться с коррупцией в военной сфере. Белый дом одобрил новый пакет военной помощи Тайваню на сумму 345 миллионов долларов. Власти Китая протестуют против такого решения. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чень Биньхуа. По его словам, демократическая прогрессивная партия Тайваня лишь усиливает напряженность и создает угрозу для будущего местной молодежи, расширяя военное сотрудничество с Вашингтоном. Официальный представитель заявил, что сепаратистское движение на острове ведет в тупик, а поставки оружия из США никак не отразятся на планах по воссоединению Поднебесной с регионом. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая и называет военную помощь острову вмешательством в свои внутренние дела. Пекин выражает решительный протест против мифов о китайской военной угрозе, которые распространяет Япония. С таким заявлением выступил Тань Кэфэй, официальный представитель Минобороны КНР. Он подчеркнул, что войска Китая всегда боролись за мир во всем мире, а Япония не раз выходила за рамки оборонной политики. По словам спикера, это угрожало безопасности и стабильности в регионе и на всем земном шаре. Власти КНР призывают Японию вспомнить о ее истории военной агрессии и сделать конкретные шаги, чтобы вернуть двусторонние отношения в нормальное русло. За первые шесть месяцев этого года добавленная стоимость в китайском секторе легкой промышленности выросла примерно на полпроцента по сравнению с прошлым годом. Тот же показатель за июнь увеличился более чем на 2%. В первом полугодии показатели нашей легкой промышленности стабильно росли на фоне общего восстановления национальной экономики. Это сыграло важную роль в индустриальном развитии Китая. С января по июнь объем розничных продаж ключевых товаров в секторе легкой промышленности КНР достиг 3,5 триллионов юаней. За год этот показатель вырос более чем на 6%, составляя примерно одну шестую от общего объема розничных продаж потребительских товаров. По линии Китай-Европа идет уже десятитысячный состав с начала года. Государственный оператор железных дорог Поднебесной сообщил, что юбилейный грузовой поезд отправился в Мадрид из городского уезда ИУ через приграничную станцию Алашанько в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Он перевозит более сотни контейнеров с автозапчастями, электровелосипедами и фотоэлектрическими модулями. В этом году объем грузоперевозок по маршруту Китай-Европа уже превысил миллион стандартных контейнеров. Это более чем на 25% опережает прошлогоднюю статистику. Во время универсиады город Чинду принял международную конференцию, посвященную развитию студенческого спорта. Эксперты и ученые обсуждали, как физические упражнения способствуют здоровью людей, как загрязненный воздух влияет на физические упражнения и как развивать города с учетом спортивных потребностей. Китай активно внедряет инновации в концепцию, методы и формы студенческого спорта. Мы прикладываем огромные усилия для повышения масштаба и качества функционирования университетской спортивной системы. Международная федерация студенческого спорта проводит такие конференции одновременно с универсиадами уже 60 лет. Чтобы поддержать развитие науки, участники конференции учредили новую премию для молодых исследователей за работы в области студенческого спорта.